МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. На Лысой горе, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои, найдены останки 30 бойцов. Ретро-взвод девушек-регулировщиц готовится создавать исторический колорит на улицах города-героя Волгограда. Несанкционированное шествие с гробом грозит предпринимателям Ворошиловского рынка административным наказанием. Попытка проведения незаконного массового мероприятия, не согласованного с городскими властями, была пресечена сегодня в Волгограде на выходе с моста через реку Царица. Пятеро участников шествия с бутафорским гробом были доставлены в отдел полиции. Торговцы Ворошиловского рынка шли к зданию администрации Волгоградской области, чтобы заявить о своих претензиях по поводу ликвидации МУП, в чьем ведении находился Ворошиловский рынок, и слияние предприятия с МУП в Центральный рынок. Те, кто все же дошел до областной администрации, затруднились объяснить, почему претензии они адресуют к региональным властям, а не к депутатам городской думы, которые приняли решение. Кстати, депутатом гордумы является Леонид Семергей, сын другого, Леонида Семергея, директора Ворошиловского рынка. Почему-то отец и сын в шествиях не участвуют и не спешат разъяснить предпринимателям, что ликвидация муниципального предприятия простым работникам потери и рабочих мест не грозит. На Лысой горе в советском районе Волгограда, где во время Сталинградской битвы шли жестокие бои, в эти дни работают поисковые отряды Дон и Безымянная высота. Сегодня с работой по поиску останков павших воинов ознакомились руководители области и силовых структур региона. В результате раскопок были найдены многочисленные осколки снарядов, элементы оружия, бутылки с зажигательной смесью, предметы военного быта и останки тех, кто погиб, защищая Сталинград. Здесь вот вышли на поле, позиции здесь были. Там стояли румыны по левую сторону, а чуть правее туда стояли немецкие части. А здесь вот была ложбинка, вот она, но она есть. Здесь стояли как бы наступления, наш прорыв сделали. Основное направление туда они шли, со стороны Кировского района. Вот вышли сюда на позицию, обнаружили останки бойцов. То есть уже больше 30 бойцов здесь обнаружили. Лысая гора была одной из главных стратегических высот в битве за Сталинград. Здесь сложили головы тысячи бойцов. Многие так и остались лежать в этой земле. Те, кого удалось найти, обретут покой на мемориальном кладбище в Рассошках, рядом с братьями по оружию. Ретро-взвод девушек-регулировщиц Главного управления МВД России по Волгоградской области готовится создавать исторический колорит на улицах города Героя 8 и 9 мая. Контрольное построение показало, что к выполнению почетной миссии сотрудницы полиции готовы. Конечно же, прежде всего мы это делаем для наших уважаемых ветеранов, для наших гостей города Героя, для молодежи, чтобы все помнили, в какой форме и как нести службу девушке в 1942 году, в далеком 42-м. Я уверен, что вы, как всегда, отработаете на отлично. Вы сегодня являетесь символом города Героя Волгограда, Волгоградской полиции. В праздничные дни действующие сотрудницы полиции в форме военных лет будут нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения на центральных улицах Волгограда. Увидеть их можно будет и во время Парада Победы. В преддверии Дня Победы съемочная группа «Высоты-102» пообщалась с жителями и гостями Волгограда и узнала, какое стихотворение, связанное с историей Великой Отечественной войны, у них самое любимое. Так получилось, что самые разные люди прочитали «Жди меня» Константина Симонова, написанное в 1941 году. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Полная версия стихотворения «Жди меня» в исполнении потомков победителей на высоте 102. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова